В Харасяще она началась именно с этой карты Но по каким-то причинам вычеркиваются Ну понятно, Вистед Мэдлз, она слишком не похожа на все остальные дуэльные классические карты Даже не классические, а типичные Потому что многие из этих карт появились не более двух лет назад А вот Вистед Мэдлз, это как раз, наверное, не наверное, а самое древнее из представленных вообще карт Вот 7 штук, и только ТМ была в начале ТФТ, вот с выходом ТФТ Она была сразу Хотя Эхо Айлз, кажется, была тоже прям на выходе ТФТ Но мне почему-то кажется, что ТМ была еще в роке Может не со стартом, но этим... Нет, 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 она была там же таверна в центре То есть и Эхо Айлз, и Твистед Мэдлз, они появились как раз, когда вышел Фрозен Трон Но ТС Ездепелин легче рабов сэвить на тваре Тоже верно Нам показывают игроков, они находятся у себя там по домам Играют, соответственно, оттуда, и сигнал видео передают так же А я не знаю, что такое двухуровневые карты Божество говорит, это изи для лавле это будет Я даже не берусь прогнозы делать Да, сразу хочется... Ани-Ани, Моджи-Моджи Придется выключить вот эти вот штуки, почитали и хватит Стоит сразу сказать, что... Графика рефорж, здравствуйте Я в кои-то веки зашел на YouTube И для того, чтобы проверить статистику по типам устройств Помните, там про Smart TV рассказывали, про мобильные там и так далее Вот И... Зашел в записи, почитал комментарии, там из серии чувак пишет О, тут графика рефорж Не, пойду посмотрю какого-нибудь другого комментатора Надеюсь, ты не потеряешь в аудитории с такой графикой Ну, там какой-то местный эксперт Поэтому для всех вот этих вот местных экспертов хочется сказать, что Турнир проходит на графике рефорж Доступа в игры нет И у всех одна и та же картинка Это так организаторы захотели Надеюсь Тупняка будет поменьше Понятное дело, что очень многие в восторге от рефоржа Но когда нет выбора То, естественно, надо смотреть то, что дают Мы последние два дня, которые турнир проходил Конечно, не раз сталкивались с ситуациями Когда во время, казалось бы, типовых сражений Которые мы видели раньше несколько раз Несколько десятков, сотен раз Ты упускаешь какие-то моменты Ты не замечаешь их То ли из-за эффектов, то ли из-за отсутствия привычки И, в общем, тяжело ориентироваться Особенно чем масштабнее становится сражение, тем сложнее становится следить за всем Это было очень опасно, кстати Было крайне опасно Лайтнинг щелд доставал вроде как до мага или нет? Нет, нет, скорее всего не доставал Быстрее бы... Так, я сразу удивляюсь наге и допускаю, что это будет какой-то агрессив Ну, типа берем наемников, берем футменов, идем застраивать и все А чего они так спокойно... Ну, нага против кипера шикарная Единственное, что нужно, тебе дисполом обзавестись Ну, это хоп, берем диспол и готово Все, берем сейчас 6 рабочих, 3-4 футменов, идем застраивать Нага Там уже козел второй, сейчас нага-то отъехать может Уже прикопка откатилась А, диспол есть Ну, это явно какая-то заготовочка Почему ополченцы не бегут? Круто Неужели Сок будет играть просто в нагу, не агрессивную? Я не вижу просто Ламбер Мила строящегося То есть он стандартный тег будет делать вообще Но нет у него Мила Побежали ополченцы Все-таки экспо Окей Да Любопытная роль змеи Потому что обычно брали ее в свое время именно для Тау Раша Козла, конечно, Тау Раши такой себе, но на карте Где есть лагерь наемников, почему бы и не попробовать Не отработать в кастомках Ой, тролль подставляется Дико Добивает Он пытается не пропустить к артефакту просто То есть там выпадает Скоро за бист Ситуатино, хороший артефакт Тут же его использует Сок Спокойно отбивается Мана у козла маловато Я не удивлюсь, если у него на базе Мунвел уже все пустые За кем-то там охотились на Мэнни Кажется, это был Ааа, это был Висп Он проверял Тэг там Или все-таки Эксп Все правильно сделано Хантерс Холл И один барак Но в целом хотелось бы, наверное, второго тролля Купить Полезная штука Особенно учитывая тот факт, что козел-то не перестанет То есть он получит третий левел И будет продолжать лезть вместе с арчами на эксп На что рассчитывает сейчас агрессии Сок Я не знаю Допустим, у него есть, конечно, дефенс И сможет он арчам что-то противопоставить Но Нага Нага Это прям Крайне уязвимый герой А Козлик еще не определился Вторая прикопка или Или Энты Против Наги лучше прикопка В остальных случаях сейчас Энты полезнее будут Особенно с пытами с дефенсом бороться Нет, прикопка, прикопка Ну, против ТОВ тоже хорошо На самом деле Нагу приобрел Сейчас прикопочка в Нагу Минус фут Еще прикопка фута Абсолютно безидейная была сейчас игра от Сока То есть вот есть у тебя Нага Есть там 4-5 футменов с пристом И куда ты бежишь? На потенциальный третьего козла? Крипджекать без разведки? Полезнее было бы это время потратить на Криппинге лагерь наемников справа На закупке там второго приста, если он откатился Ну, самому получить там артефакт Самому получить Ну, сейчас Нага просто отъедет Я не понимаю вообще ее роль здесь Это явно на нежданчик он Почему не окрой? Как же Сок фейлит-то Он мог здесь козла окружать Это было бы минус... Нет, не минус телепорт Но пришлось бы потратиться на просветку Которой нет, потому что мы не закрепили мастерскую И там ферма, соответственно, не стоит И окружать козла реально бесцельно Была бестолковая задача То, что Сок что-то придумывает Пытается придумать, это очень хорошо Мне всегда нравились игроки, которые не копировали А пытались понять, подстроиться И пусть даже это было не так эффективно на большом количестве игр Потому что все равно даже к твоей заготовке можно подстроиться Стандарт, он является гораздо более универсальным Собственно, поэтому и... Ну и популярным, так скажем Но какие-то заготовки под конкретного человека Хотя бы на одну карту Исходя из последних особенностей, как он играет Исследования его крепрута Это прям... Это то, что нужно Это то, что нужно Наглечится Тир-2 делается И у нас Мил строится И легкий подлак опять Наверное, я к бэк-творку переключусь Раз сегодня китайцы у нас лагают Саша позволения, хорошо? Там качество картинки получше И... И здесь у нас лаги Правда, английская речь тут Мне единственное, что не нравится в Back to Warcraft Они молодцы Это моя особенность такая Я начинаю их речь слушать Прислушиваться, о чем говорят Минус фуд Ой, дрядки очень хорошо штрафуют Еще тролля убьют Ну... Упустил одного футмена Там убивается просто Ой, недоконтроливает Недоконтроливает Арчи Он вообще не контролит Арчи Я не понимаю, что, что, что Они не проснулись, может быть Взял, отдал просто две Арчи Минус три Т3 уже готов Пошел Криппинг Есть Т2 Любопытно, какого вторым героем возьмет Если у нас первая Нага Как бы Архмага для Ауры Уже не очень хочется, наверное, брать Хотя, если он останется на Т2 И будет пытаться что-то делать Не-не-не-нет Нет-нет-нет Точно-точно не АМ Что хорошего можно к Наге добавить Может быть, даже МК Хотя ему регенерация... Нет, Архмаг все-таки Ладно, хорошо Все-таки догоня... Ну, на Т2 ему в любом случае Аура-то нужна И Архмаг выйдет Даже элементаля брать на старте не будет Он начнет с Ауры Может быть, даже вообще элементаля брать не будет Потому что... Ну, а зачем? Дриады уже готовы Дриады уже с дисполом И, возможно, Аура плюс Близзард Будет гораздо практичнее, чем Без ста... Не-не-не-нет Ну, там же Дриады Тут нужно что-то такое Полезное против Т3 Субимаска выпадает Наги Очень полезный артефакт Придется телепортироваться В любом случае Здесь потеряет По крайней мере, одного фута Но в целом Трагедии не произошло Да, у Сока Значительно меньше лимита Но... Это из-за того, что он сидел Нечего ему было строить до Т2 Сейчас пойдут первые кастеры И он поехал... Повзрывать можно просто Выманивает красную точку Ла-Лайт Очень хорошо крепится Ла-Лайт вообще очень хорошо Сейчас стандартно играет Единственная претензия Это вот как раз Потеря трех арчей Причем, если третью арчу Там стреляла по ней Нага И очень сложно было ее спасти Но две другие арчи умерли Просто вот... Просто их били футмены И все Медленно Тупо Хороший артефакт Сейчас отменится экспант Красиво И можно еще похарасить Направо полететь Присмотреться Может быть Сип дробничков даже купить Если там Мунвеллы стоят Не очень удачно О, грейт на Мунвеллы Но слишком много нужно вкладываться А, во, пожалуйста Шреддер Перевел его Одного футмена Теряет А, и пошел Касл И пошел Т3 Все-таки Красиво получается Да что ж такое Почему зачастили так нам Готов Сори Сейчас нужно подумать Лавлиету вообще Как действовать дальше С одной стороны Он не может контрить дирижабль И у него экспант И у него экспант отменили То есть нет смысла ему Ставить снова О, подрезал Арчу Даже вторую Ну, это... Ну, это... Да там есть же Хантер Сколл Он же мог просветить Или не доставал Не доставал Далековато Хантер Сколл поставил К мастерской Если бы доставал И у него пронумерован Был Хантер Сколл Он бы за 50 За 50 золотых Просто закончил эту игру Ну, что Минус два героя сразу Четвертого первого уровня И все И идешь убивать Бывает Да, Близзард все-таки Видите как Ну, правильно А, он первый даже Близзард взял Ла Лайт всю карту съедает Ну, это тоже логично С другой стороны Да, у Ла Ла Это будут сейчас Дикие герои Будут дикие герои И он сидит на лимите 50 Чтобы не сильно штрафоваться А сок уже выходит Как вы видите Из лимита То есть разница там Будет по лимиту Не такая высокая Но она все равно Будет ощутима И там же не просто Больше будет лимита Там и лимит будет Т-3 То есть это не стандартные Медведи против Рифлокастеров Это будет уже Там кони Три героя Inner Fire, возможно Мартирки Отличный Близзард Прям аплодирую стоя Архмаг лучший из лучших Очень странный Архмаг был Он И зачем сражаться сейчас Что происходит вообще Сейчас Мак уйдет от Форкетен А Инвул, хорошо Падает Медведь Но потери здесь Более серьезно И высоко Конечно же Вы видели этого Архмага? Он начал делать Близзард Не по кому Гораздо позднее Чем должен был И находясь уже В окружении Почти Медведей То есть он просто вышел Странно, что его не начали Атаковать сразу И не съели Тут же Не сделали фокус Потому что Вряд ли кто-то мог ожидать От этого старого деда Такой Такой темы То есть вроде мудрый Все еще Нет, он Очень странно себя повел Так, там мы видим Экспанд у Лавлиета Который уже Скоро начнет работать И Соку надо Вот Сок в том сражении Он не успел деньги потратить Он вышел из лимита У него было типа 59 В районе И при этом еще было Много денег на руках Короче, это Изи для Лолайта Очень странная игра От Сока Вообще все Все просто Все, все, все Криво, криво, криво Криво, криво, криво Да, Рифлом танкуем Прекрасный Близзард От Архмага Второго уровня Свиток лечения Выходит Паладин Ну И лимита уже у Лолайта Больше Не, Лолай этот играл Прекрасно То есть он Особо сильно не подстраивался Только глобально у него Отличная была подстройка Под то, что делает Сок Это Сверхагрессивный криппинг То есть как только он понял Что Там Все, что может сделать Сок Это харассит Отменять себе базу Он забил на Экспанд Ну на ранний Так скажем Экспанд Это Феррик так выглядит Серьезно Феррик так выглядит Я думаю Что там за Арча под Энволом В воздухе висит Еще один пример Как Как Ну как Ну как Феррик Он как бы Он же светится Он Вы видели Что это за анимация такая Его Не, я Ферриков Очень уважаю Это юнит Просто уникальный Есть стратегии на Ферриках Он сам по себе Как соло юнит Иногда ключевую роль В сражении Я продвигаю Пытаюсь продать Ферриков Не всегда получается Но кто их приобретает Они конечно никогда не жалеют Нужно только Внимание им уделять Шикарный юнит Вот И смотрите Он справа повесился Это Феррик Вон он сжигает За каждое лечение Нано За слоу там еще покарал За каждое лечение Бах-бах Он стреляет Он кажется 0.6 То есть Почти два раза в секунду Может стрельнуть по цели За каждый каст Отобьется здесь кстати МГ А Феррика А Феррика вообще Нечем убивать Кони неплохо работают И улетает дракончик Вот таун кстати да Таун похож По крайней мере по цвету А Феррик он вроде как Таким С белым светлым Да минус Минус паладин Светится в оригинале Ну это кстати плюс для эльфа Что Феррик не такой яркий Вот для Хумана Во время Во время сражений Если заставить играть Нерри Форджа Можно так их выбесить Ну реально его не видно просто Просто не видно Ты обычно как только его Видишь в оригинальной игре Думаешь как фокуснуть Ну и вот Заметно до того Как он еще начал стрелять Все четенько Висит такая Как бельмо на глазу Идет в атаку Но это Это атака знаете Отчаянная То есть ему нужно Убивать этот эксп Вот он пришел убивать Скерри Пушин Дид Они говорят Ребят вы серьезны? Скерри Пушин Дид? Игра сейчас закончиться может Поехали Скерри Пушин Дид Ребят Все я уже стригерился Меня в Back to Warcraft расстроили Скерри Пушин Дид Давайте просто повторим эту фразу Минус 25 лимита Ааа Нет все таки А как же Скерри Пушин Дид Это Это очень скерри ГГ Сок вышел из игры А только что пушил Очень страшно Майкер как батя Который с телеком разговаривает Нет я вот сниму Ну хотя да Слушайте Это прям Я еще Вы не поверите В тельняшке сижу Такой Небритый заросший Серьезно сейчас Вот так вот Безалкогольный байл Безалкогольный байл Необещающий То есть я уже нафантазировал себе Что сок там используя Престов Дико удивит То есть проверил Что там стандартный Там один барак Что там козел Не потеряв там никого Начнет строить И возьмет там 5-6-7 ментов Там 3-4 В этих футменов И во время А кстати очень хорошо Бы под это дело Приходить раннюю ферму Ставить Чтобы увидеть тайминг КТ2 Чтобы по крайней мере Он заплатил нам за грейд Ну то есть ферма Стандартная Вот эта вот разведывательная Агрессивная Ее приходишь Ставишь рядом с деревом Убегаешь И Нам показывают Моменты из Из игры Причем финальное сражение Почему только Такое впечатление Что поздно переключились Нам показали пуш Да-да-да Скерри пуш Добавь себя третьим Посередине Бактворк сейчас Пока не болтает Мне слишком сложно Слишком сложно О Так вот Я думал будет Какой-то Пуш с застройкой Нага Прист Который там Два-три Две-три Прикопки Законтрит Плюс подлечит Еще какое-то Количество Приходим Застраиваем Там у него Т1 Арчей Немного Но нет Да, кстати, напоминаю Что в чатике Гудгейма Раздаются Раздаются ключи Вы приходите И запрашиваете Его нет Готов вам выдать ключ На ГГ плюс На три месяца Который позволит вам делать Почти все Что только можно Ле-три-три Ле-три-три Ле-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три попадает либо на Лина, либо на Муна. Кстати, они тоже сегодня будут играть как раз за выход из группы на первом месте. Выложил на Google Doc. Все выложил. Ссылка просто одна и та же. Дорелл говорит, очень нравится. Играл в лето на турнире. Классные игры показывают. Почти без ошибок. Ну, в этой игре-то точно у него не было, кроме пары арчей. Ключ на весь ГГ. Да, ключ от города. Ключ от ГГ. Они не знают, на кого попадут. Там будет жеребьевка. Странно, почему тогда комментаторы сказали, что либо туда, либо туда. Но если будет жеребьевка, это, конечно, значительно лучше. И на прошлых голдах тоже была жеребьевка, насколько я помню. Как раз для того, чтобы не было каких-то специальных выходов на втором месте, чтобы не попасть на нежелательного человека. Не всегда человек, вышедший на первом месте сильнее того, кто выйдет на втором из другой группы. Ну, или из-за этой же группы, неважно. Поехали. Вторая карта. Эхо Айлз. Это выбор Сока. Ну, здесь уж, конечно, без наги мы попробуем обойтись. Энгриджи, спасибо тебе за привычку. Тыкнули на алтарь, для меня это как химерница из первой части. Реально выглядит прям один в один. По форме, по крайней мере. Если перемотаете, вспомните, как химерница выглядит в первой части, то меня же не глючит. Кажется, нет. Бладмейдж. Классно. Так, если Бладмейдж. Бладмейдж может играть в застройку тоже. Он один из самых приятных героев. Но он против варденки, как правило, хорош. Да, да, да. Может быть, он читает варден там, думал, что там будет варден. А тут... Да, скорее всего, так. Но если он сделал грамотно из серии, отложил секунд на пять появление героя, сделать раннюю разведку, чтобы на всякий случай... Побежали крепиться. Да. Бладмейдж прекрасный герой, вы помните. Высасывает ману. Ману он высасывает очень эффективно. Стоимость там 25, высасывает он на первом уровне до 90 маны, то есть по 15 каждую секунду и длится 6 секунд. И кажется, КД у него то ли 6 секунд, то ли меньше. То есть он может сифонить ее очень... ну, постоянно, короче говоря. Если есть юниты с маной, он высасывает ее. И это заклинание выгодно использовать всегда. То есть нет ситуации, когда ты по каким-то причинам не должен тратить эти 25 маны, не высасывать, а если есть объект рядышком. Ну, потому что первый тик происходит гарантированно, а второй тик произойдет почти со стопроцентной вероятностью, потому что у ману Дрейна особенность есть еще, что с юнита не сразу спадает Дрейн, а ему нужно... ну, то есть там до 200 единиц дистанции. Это не так много, на самом деле. Это где-то расстояние вот между... видите, две фермы? От края левой до края правой фермы. Но вот этой дистанции, даже если герой будет уходить вне рейнджа заклинания, все равно Дрейн будет работать. А две секунды, ты уже окупил свое заклинание. Вот и все. Правда, ты в этот момент не наносишь урона, это такой хороший аргумент, но... Все, пошел высасывать ману у козла. Бить недостроенную ферму, это очень странно. Зачем сейчас сюда пришел Ла Лайт? Возникает вопрос. Без маны он нахарасить не может. Ну, видимо, он хочет задержать появление экспанда. Может быть. Вот. Ну и, конечно же, у Бладмейджа есть возможность эту ману передавать другому герою, ну или юниту, если вам... у вас вообще все хорошо. Если даже у вас есть полный монопул, все равно вы сверх ману своего монопула можете высасывать. У нее, правда, идет дикая дегенерация, пока не вернется к норме. Но, тем не менее, вы даже в ловы можете во время сражения там высосать всю ману, а потом передать излишки другому герою. Баниш просто шикарное заклинание. Я в свое время, когда в Бладмейджа тестил, пытался внедрить в разные стратегии, был поражен тем, что это единственное, по сути, заклинание, у которого нет как такового КД. У него КД ограничено только анимацией. Если сейчас ничего не поменяли, скорее всего, так оно и есть. То есть оно уже откатывается быстрее, чем за секунду, быстрее, чем скорость анимации персонажа. То есть вы в считанные секунды можете выключить большое количество вражеских юнитов. На юнитах Баниш действует гораздо больше, чем на героев. На финальном то ли 40 секунд, то ли даже... 40-45 секунд, кажется, оно действует на финалочке. Может быть, даже 20-40-60, типа такого. Но в минуты это как-то сильно уж жирно. Сейчас часики меня поправят наверняка. Вот. Ну и тут, соответственно, тоже Баниш. Баниш можно и нейтрализовывать вражеских героев, вражеских юнитов, либо с целью, чтобы они просто не наносили никакой урон, либо для того, чтобы они получали дополнительный магический урон. То есть если у вас есть какой-то директ, типа молотка, кидайте Баниш, молоток, все дела. Вы также Баниш можете спасать героев своих от очевидно физушного урона. То есть если там нет никакого... Так, секундочку. Тинкер просто вторым героем, и сейчас может быть какой-то пуш на экспанд. Пока в игре особо ничего не происходит, я нахваливаю Бладмейджа, которого просто очень редко можно увидеть, особенно в качестве первого героя. Но вот он здесь появился. Ну все, после такой похвалы Бладмаг тебе будет почаще заглядывать. У Бладмейджа огромная проблема, которая делает его крайне плохо юзабельным, особенно в каких-то затяжных играх и в неумелых руках. Лисафа поддержал, говорит, Михаил, здравствуй, хорошего дня, удачного стрима, пусть победит сильнейший Фоги. Фоги сегодня, к сожалению, играть не будет, он будет завтра, кажется. Да. Вот, Бладмейджу нужно очень много внимания и контроля. То есть постоянные мана-дрейны, постоянное закидывание в баниш, при этом он подставляется часто из-за того, что... Ну, там... Кстати, из-за чего он подставляется? Ну, из-за того, что бегает до юнитов, чтобы задрейнить ману. И не двигается, то есть он ченнелинг заклинания, то есть он периодически ловит какие-то штуки. Да ладно, пять виспов? Пять виспов? Гиппогрифы? Ну, это хорошо, да, гиппогрифы, это... Да-да-да-да, это хорошая тема. Ну, на троллях пытаются отбиваться, или быстро сделать рифлов, но времени очень мало. Появляются же первые гиппосы. Не совсем я, понятно, каким макаром футменов убивать. О, присты. Идут вперед. Очень странные виспы. Я думал, что там будет просто плюс три АОВа против как раз футменов. А это виспы, чтобы... Это ерунда какая-то вообще, что происходит. Крайне странная игра. Ну да, тролли очень сильно подставляются. А вот и Огр. А Огр как раз единственный, кто тут нормально может... Это минус ТП. Это минус ТП, говорю. Четыре гиппогрифы. Куда интересно пойти. На эксп... Ой, на экспанде всего одна магическая вышка. Ху-у-у. А чё же он на мейн-то шёл? Вообще не ясно. Тут открытый рабочий, тут одна вышка всего лишь. Зачем он на мейн шёл? Недостаток разведки, видимо, сказался. Не, ну это 2-0 Как бы У У Бладмейджа Роль была, видимо, против Варден То есть Ла Лайт, Варден, Эхо Айлс Возможно, увидел, что И пошла подстроечка А все, что было после этого Это разрыв шаблона И попытка подстроиться под Да это минус героя сейчас Если прикопки, а нет, прикопки нет Да все равно тут все развалится Странно, что Огр бегает Вместо того, чтобы бегать за Футменом И он бегает вместе со всеми Ну это не странно, это мы просто взяли всех юнитов в группу Пишем ГГ, выходим Нет, вот если с Экс Лордом серия лучшая То это просто-просто худшая Худшая Серия за 3 пока что игровых дня Худшая